Так, можно это тоже убрать? Да нет, пусть лежит, это абсолютно без разницы, Саша. Всем привет, с вами Даня Герасимов, Сашка. И я решил начать новую серию видео, которая будет посвящена чему-то хорошему и доброму. Дело в том, что где-то 6 лет назад мой друг, который справа Саша, открыл свое дело, маленький магазинчик, ремонтную мастерскую или что-то в этом роде. И с тех пор занимался добром, помогал людям, ремонтировал компьютеры, покупал, продавал и делал свою жизнь и жизнь людей лучше. И я подумал, раз мы сейчас с ней вместе трудимся, и у нас, мне кажется, воистину интересное дело, то стоит это заснять, и это будет многим, мне кажется, интересно. Много разных моментов, связанные с техникой, теми же компьютерами, ноутбуками. здесь происходит, заходит много интересных людей, и просто само помещение я сейчас вам покажу. Подвальчик, который тут создался, он заслуживает отдельного внимания. Ну, Саш, что вы видите. У нас несколько рабочих зон. Кавакова, в мире. Да. Мне кажется, об этом, это стоит освещать, тем самым, чтобы больше людей знали о нас, и мы могли приносить еще больше пользы. Ну, чтобы ты его освещал, канила нужно. Вот так вот. И учиться на это надо. В духовном семинаре. Название нашего видео я еще не придумал, но это будет, безусловно, полезно. С этого мы, пожалуй, и начнем. Сразу хочется дать важную информацию. Мы находимся в городе Белгороде, улица Преображенская, 110А. Со двора будет вывеска компьютера-ноутбуки, бегущая строка и подвальчик, спускаясь в который вы можете увидеть нас с 10 до 6 по будням и до 2 в субботу. Телефончики все будут тоже в описании. В описании звоните, уточняйте вопросы. Более того, я решил, думаю, сделать такую акцию. Все те люди, которые будут смотреть эти такие мини-компьютерные влоги, они будут иметь преимущество перед людьми, которые просто к нам забегают. Я оставлю какое-нибудь кодовое слово, придя с которым сюда вы просто будете получать какие-то бонусы, там, скажем, скидочки 10% на наши услуги. Я думаю, это всем будет полезно. Саш, хорошая идея? Отлично. Вот. Небольшой обзорчик еще раз сделаю. Тут обычно я сижу. Сашка предпочитает желтенький диванчик. Он вообще человек очень яркий по жизни. У нас есть потрясающий красный кулер, который будет охлаждать клинтусиков. Также воздухоочиститель, который, опять же, наполняет офис свежим воздухом. Здесь у нас в основном мониторчики, системнички в рядок стоят. Здесь вторая рабочая зона, где мы чиним компьютеры наши. Справа можете наблюдать стенды ноутбуков, которые также продаются. Вот. Еще у нас есть большой склад. Его мы, наверное, как-нибудь позже покажем. Ну, с этого и начнем. Наши будни. Потому что хочется, чтобы это оставалось в истории. Спасибо тебе, Саша. Что вы скажете про то, как мы работаем? Хорошо. Хорошо работаем? Три пятерки. Три пятерки? Да. Ну, здорово. Спасибо. Всего счастлива. Всего свидания. Пока-пока. Хорошо. Конечно. Пополнение. Пополнение в офисе. Это бамбук, Саша? Бамбук. Отлично. Красота. Добавляю немножко зелени. Для красоты души. Здорово. Ну, теперь гораздо приятнее, друг. А еще один будет? Да. О, еще одно деревце. Сейчас выкроем на лицо. Заноси. Теперь у нас еще столик будет. Красненький. Подкрасненький кулер для клинтусиков. Сборщик мебели Александр. Гармонично. О, как раз. Вот и считал пульес. Так, появилась парочка бутчиков. Саша, ты что в руках держишь? HP A10 8 оперативочка, 7672 егар и вин 750. 18 тысяч. Ничего себе, а что так дорого? Ты не новый покупаешь. Так, ладно. А сусочек у нас... Ой, божечки, что с ним? Нет заглушечки, а 7-е 820 видюшечка и нерабочая клавиатурочка. Как я его зачебурил. Исправим. HP пробущек на E2 процессоре. Тоже интересная специфическая моделька. Сейчас поедем купим Dell на Apple. Да, ну есть чем заняться, в общем. Продолжаем наш экспериментальный влог. Думаю, стоит добавить какую-нибудь полезность еще. Возьмем сейчас какой-нибудь ноутбучик. И расскажу немножко поподробнее. Дам какие-нибудь советы. К примеру, пусть будет у нас... Вот такая вот E-Machines. Данные советы у нас будут полезны для любителей, ценителей и более-менее понимающих людей. Или которые хотя бы хотят что-то понять в ноутбуках. Вот. Сейчас расскажу вам про данную модельку. Итак, что у нас есть в руках. Это моделька E-Machines E525 серии. Точно ее модель это KAWF0. Моделька выпущена у нас 9.09. То есть ей почти 8 лет. Ну, надо сказать то, что 15.6 дюймов экран, несмотря на то, что ей 8 лет, смотрится даже по нашим меркам 2017 года достаточно стильно и широкоформатно. Какие у этой модельки есть особенности, которыми я хотел поделиться? И почему эта моделька, на мой взгляд, такая достаточно крутая, несмотря на то, что ей 8 лет? Она вообще в столько комплектации идет с одноядерным процессором обычно, с эверончиком типа 900. Вот. То есть вы получаете максимум одно ядро, 2 ГБ оперативной памяти, в лучшем случае, где-то 160 ГБ жесткий диск. По-моему, данный ноутбук с такой комплектацией и шел. В то время, когда этот ноутбук покупался, безусловно, одноядерного процессора 2 ГБ оперативной памяти хватало с головой. Но в наше время задачи становятся более производительными, брайзеры становятся более требовательными к оперативной памяти, к мощности процессору. И этот ноутбук, на удивление, дает возможность потрясающего апгрейда. Я вообще люблю такие, знаете, когда вы делаете из чего-то слабенькое, что-то более мощное. И данная модель 525E-машина позволяет вместо одноядерного процессора вставить любой двухядерный процессор серии T, скажем, там Pentium, T4300, какие-нибудь вот такие среднички, более мощные там 7500 и тому подобные вещи. То есть вы из анайнерного процессора можете буквально за копейки в наше время сделать из этого бучика вполне работоспособную машину. Плюс добавить оперативной памяти, еще хотя бы 2 ГБ, чтобы у нас получился двухядерный процессор, 4 ГБ оперативной памяти, там максимум где-то 4 ГБ, потому что 1 ГБ вторая, максимум по 2 ГБ каждая планка. Плюс можно накинуть сюда SSD-шечку какую-нибудь небольшую, ну или даже не накидывать, и без того с головы хватит. И прекрасно пользоваться, поставить семерочку, там, да даже восьмерку и десятку без проблем сюда встанет, драйвера все подходят, поскольку тут дискретной видеокарты нету и проблем с драйверами не будет. И пользоваться в удовольствие. Поэтому эта моделька, несмотря на то, что ей 8 лет, по сей день, мне кажется, остается актуальным. И если вы являетесь счастливым владельцем этой e-Machines, то я вас поздравляю. Если вам вдруг не хватает мощности, вы чувствуете, и у вас как раз-таки аналитетный процессор, можете принести к нам, можете сами подчиненить руководством. Просто меняйте процессор на двухядерный, оперативочки добавляйте, вставляйте SSD-шечку и летайте, пользуйтесь и получайте удовольствие от данной машины. В этом отношении, поскольку тут интеловский процессор и достаточно надежный аппарат, смело могу советовать. Будет работать и работать еще, как мне кажется, не один год. Вот такой вот легкий информативный обзорчик на сегодня о ноутбуке e-Machines 525. Немножко полезности. Безусловно, хочу, конечно, добавить то, что у нас много ноутбуков, как вы видите, и каждая моделька представлена на витрине, она продается. То есть вы можете позвонить мне, написать, я дам вам дополнительную информацию, либо прийти к нам в офис и подобрать для себя ноутбук или компьютер, монитор по душе. И за отличную, как мне кажется, цену. Что касается соотношения цены-качества, мне кажется, у нас просто отличный и оптимальный вариант. На сегодня, я думаю, я наш такой первый пробный влог буду завершать. И напоследок, немножко ностальгии, которая сегодня у нас появилась. Девушка принесла вот такой вот телефончик Siemens C65. Я думаю, у многих в своих времен был. Многие, наверное, его хотели и держали в руках. И я нашел ее в ВКонтакте, отписал. Мы пришли, обменялись на какую-то ерунду, но просто приятно подержать в руках вот такую вот легендарную вещь. Такие телефончики уже больше не производят. Приятные чувства какой-то доброй ностальгии вызывает такая штуковина. Похожусь не денечек, порадуюсь. На этом, пожалуй, закончим. Безусловно, сложно снимать спонтанный процесс общения с клиентом, спонтанный какой-то ремонт, потому что камера стоит, взять ее это не очень удобно. Одной рукой ремонтировать, другой снимать это дело не получится. Не всегда там Сашка, напарник рядом находится. А движуха постоянно происходит. Но, тем не менее, надеюсь, что хоть немножко удалось передать какой-то атмосферке. Для кого-то информация была какая-нибудь полезная. Звоните, опять же, вся информация внизу, под видео. Пишите ВКонтакте, спрашивайте вопросы. Диагностика у нас бесплатная, поэтому любой вопрос, который касается компьютеров, ноутбуков, с радостью, с любовью, со всей душой ответим. Поможем, чем сможем. Все, всем счастливо. До второй серии.